Самые талантливые и одаренные дети Самарской области получают заслуженные награды. В свои 15 Валерий Макар и полауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Юноша мечтает стать великим оперным певцом и упорно идет к своей цели. Одним из самых значимых достижений за последнее время считает победу на международном конкурсе вокалистов имени Елены Бразцовой. И готов покорять новые вершины. У меня порой бывает, иногда выпадает один день свободный, уже как-то скучный. Мне хочется, когда ты достиг чего-то, хочется не останавливаться, а дальше идти. Поощрять премии губернатора Самарской области одаренных детей стало уже доброй традицией. Портфолио в конкурсную комиссию подали почти 400 человек. Каждый презентовал свои достижения за последние три года. Можно быть не обязательно победителем Всероссийской Олимпиады. Очень хороший результат, когда кто-то из ребят является призером, но сразу по нескольким номинациям. Сразу и в конференции, например. И при этом он занимается активно спортом и ведет общественную работу. То есть учитывается достижения в разных областях. Лауреатами именной премии губернатора в этом году стали 60 человек. Признание своих заслуг может удостоиться любой ребенок. Нужно только проявить все свое упорство, трудолюбие и талант. И тогда награда не заставит себя ждать. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Пока концерт не начали, Федор Павлов репетирует в соседнем зале с балалайкой на «ты» с четырех лет. Инструмент полюбил за то, что играть на нем можно, используя множество разных приемов. В этом плане, говорит мальчик, даже гитара проигрывает. На всех семейных торжествах юный музыкант неустанно дает концерты и радует публику. Но не всегда таланты могут оценить соседи. Один раз только было, в стену стучали. Кто-то там стучал в стену. Наверное, кто-то там у них спал. Пианистка Александра Руссу не дает уснуть сторожам музучилища. Признается перед важными выступлениями, репетирует даже ночью. Каждый выход на сцену – это незабываемое и очень ответственное событие. Все должно быть идеально. А с волнением справляется чисто по-женски. У меня есть такой ритуал, как вы платье надеете. У меня есть группа платьев, в которых я хорошо играю, в которых плохо играю. Сегодня счастлива? Сегодня счастлива, да. 50 талантливых и одаренных ребят получают муниципальные стипендии. Среди них музыканты, вокалисты, художники, артисты и спортсмены. В течение года им будут перечислять по 5000 рублей в месяц. Денежные премии и благодарственные письма получают и преподаватели, и тренеры стипендиатов. Благодарят и родители молодых талантов. И, конечно, те мамы, те папы, которые сделали ставку прежде всего на развитие таланта своего ребенка, конечно, не прогадали, потому что у них впереди прекрасное будущее. У них есть главный итог жизненный, не просто. Ребенок не просто гражданин, одаренный, талантливый, вокруг которого все по-другому. Мир выглядит другим. Стипендии одаренным детям были учреждены 4 года назад. Всего за это время ими были удостоены 200 человек. Марина Матвеевна, Максим Гусев, События. Спасибо. Спасибо. Спасибо.